МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сотрудники СБУ предотвратили убийство народного депутата. Кого именно и какой политсиле он принадлежит, в службе безопасности не рассказали. Но сообщили, что подозреваемые уже задержаны и озвучили версию о порганизаторах преступления. Кому ведет след и как спецслужбам удалось предотвратить покушение? Все детали в материале Натальи Савченко. Двоих исполнителей покушения задержали вчера вечером возле дома одного из народных депутатов. Оба граждане Украины неоднократно судимы. Это 36-летний уроженец Донецкой области и 38-летний крымчанин. У них нашли фото потенциальные жертвы и самодельное взрывное устройство. Пластиковый контейнер с 400 граммами взрывчатки. По информации СБУ, задержанные все еще должны были отбывать наказание в аннексированном Крыму за кражу и разбой. Но по словам главы службы, приехали они с территории России 14 декабря прошлого года. Сначала в Харьков, а оттуда в Киев. И уже тогда за ними вели наблюдения. Подозреваемые неделю следили за перемещениями нардепа. Отчеты отправляли организатору в Россию через закрытые мессенджеры. Потом отправились в Белгород за дальнейшими указаниями. Перехваченные переговоры свидетельствуют. После покушения убийцы планировали бежать в Российскую Федерацию. Организатор заявили в СБУ известен. И он на свободе. Это гражданин России, который ранее занимался подготовкой диверсантов, так называемой ЛНР. Ими нардепа и полицилу, которую он представляет, следствие не сообщает. Уверяет парламентарий, не дал добро на разглашение информации. Причиной возможного покушения в СБУ называют политическую деятельность депутата. Сейчас он под охраной спецподразделения Альфа. Но утверждать, что парламентарию сейчас ничего не угрожает, в службе безопасности пока не спешат. Наталья Савченко, Василий Миновщиков, Максим Чеблин. Подробности телеканал Интер. В Украине снова убит адвокат. 46-летнего Валерия Рибальченко застрелили возле подъезда его дома в Днепровском районе столицы. Подробнее Геннадий Вивденко. Труп адвоката возле его дома в Днепровском районе столицы прохожие обнаружили почти сразу же после преступления. Все произошло около полуночи. Никто из соседей ничего не слышал. Убийство было профессиональным. Адвокат Рибальченко был убит выстрелом в голову. Нашли гильзу калибра 7,62. Установлено, что киллер подошел к Рибальченко сзади, когда тот возвращался с работы домой. Умер он позже в больнице. Следствие рассматривает ряд версий вчинения злочину, среди которых особенное життя, профессиональная деятельность потерпелого или убийство с метою пограбования. Именно профессиональную деятельность называет главной версией убийства адвокат Дмитрий Абрамчук. Он обнародовал имя убитого в сети. Считает, что дело вряд ли будет расследовано. Псердо-реформы довели до увеличения преступности. Многие кадровые офицеры милиции, настоящие профессионалы на сегодняшний день уволены по аттестациям. Мало кадров действительно на сегодняшний день. И кто будет расследовать это преступление, неизвестно и под большим вопросом. Не так давно был убит в Киевской области еще один коллега Дмитрия. Говорит, накануне он успешно выиграл в суде имущественный спор. Преступников не нашли. Это на сегодняшний день опасная профессия. Какие именно дела вел Рыбальченко, пока не сообщают. Геннадий Вивденко, Сергей Коваль. Подробности. Телеканал Интер. В зоне АТО основные удары боевики нанесли сегодня на Мариупольском направлении. Из минометов обстреляли водяное, а село Крымское. После длительного затишья снова появилось в боевых сводках. Продолжит Ирина Баглай. Улица Гагарина в селе Крымском ближайшая к передовой. В 2014-2015 году она больше всего пострадала. Сейчас относительное затишья, но тем не менее сюда мало кто доезжает. Жители ее последними получают гуманитарку. Ну а за дровами и углем приходится ехать самим в центр. Буквально через дом следы от попаданий вражеских снарядов. Вот уже два года, как в этот день, Валентин Владимирович отмечает свой второй день рождения. Во время обстрела боевиков он был дома. Я там на диване сидел. И первый туда упал снаряд. Я отсюда перебежал в пустыню. Там у меня спальня была. Вот только перебежал, чтобы бахнул, и на меня чтенка посыпалась. Такая, как у мамы, я кричала, там кричала, говорит, тяжело, чем нет. А на нем не царапины. Теперь вынужден ютиться в летней кухне. Переехать из дома в пристройку была вынуждена и Вера Сергеевна. Вечером начинают они бомбить, часов в десять. Как сильно бомбят. Раздеваться или нет. Или, может быть, придется в подвал убегать. Или, может, снаферы специально, или осколками оно все вот это ютит. Возвращаться в когда-то большое село люди не спешат. Некоторые еще в первые дни войны выехали в оккупированный Славяно-Сербск. Теперь именно оттуда, по информации наших военных, боевики стреляют по Крымскому из тяжелой артиллерии. Ближайшее укрепление наемников в Сокольниках. Там людей не много, цивильных. Сейчас у них там буржуйка топится. Там беха у них, а гражданских там нет. Дома местных жителей в Сокольниках давно заняли боевики. Наши солдаты со своих позиций четко видят вспышки от выстрелов вражеских минометов и сброшенных зданий. Ночью они по позиции ведут огонь. Хотят посмотреть реакцию, откуда и куда мы будем стрелять. По вспышкам делают себе засечки и туда накрывают артиллерией. На стрелок отню на 7.62 на 12.7. Буквально 5-7 минут у них БГ по взрады, но их не уйдет. Наводятся и стреляют соответственно по нам. В связке с артиллерией боевики активно используют и беспилотники, с помощью которых корректируют огонь. Ирина Баглай, Андрей Костюк, Анатолий Воробей. Из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер. Замуровать десятки миллионов на строительство так называемого Евровала в Харьковской области воруют огромные суммы. Так утверждают местные активисты. И хотя в НАБУ еще весной прошлого года говорили о злоопотреблениях, расследование ведется до сих пор. Официально подозреваемых нет. А на днях Харьковская обл. администрация вообще заявила, что проект Евровал остановлен. Так что происходит со стеной, разбиралась Светлана Шакера. Возводить европейский вал больше не будут. Проект «Стена» на данном этапе завершен. Такой новостью ошарашила харьковский губернатор. Он закончен. Он предполагал под собой строительство количеств 31 опорно-зводного пункта. Они построены, все в полном объеме. Удивленные пограничники сразу же парировали. Проект не умер. И как только сойдет снег, строительная техника вновь выйдет на границу. На 2016 год бюджетом выделялося 200 миллионов гривен. Уже обладано понад 273 километра контрольно-следовых смуг. Понад 83 километра загородженного паркану. Понад 153 километра рекордных дорог. И несколько других инженерных споруд. То есть работы продолжают. По плану стену между Украиной и Россией должны были возвести к 2018. Но сроки снова отодвигаются. Денег выделяют все меньше. Да и то, что дает государство, не всегда идет по назначению. Юристы общественной организации Громекс опубликовали результаты своего расследования. Четверть выделенных в 2015 средств попросту украдены. На фиктивные фирмы было перечислено 69 миллионов гривен. Из 325 выделенных в 2015 году. Бестоварная поставка. Просто заключаются документы. А работы фактически не выполняются. И материалы фактически не поставляются. А стоимость выполненных работ могла завышаться, уверены общественники. Активисты также проследили, кому ведут ниточки фиктивных фирм. Фирмы с признаками эффективности, они оформлены на подставных лиц, из-за чего их фамилии ничего не скажут. Но именно генподрядчики являются бизнес-партнерами жены министра МВД Авакова. Привлечь ответственных за растрату и вернуть украденное государству может Национальное антикоррупционное бюро. Но не начать расследование, не даже регистрировать новое уголовное производство сотрудники бюро отказались. Заставить детектива выполнять свои обязанности удалось лишь после жалобы в Соломинский райсуд Киева. Результаты расследования НАБУ пообещала опубликовать в феврале. Светлана Шикера, Ярослав Кречко, Александр Яновский. Подробности. Телеканал Интер. Президент Украины собирается в Соединенные Штаты во второй половине февраля. Цель визита – участие в рамках программы председательства Украины в Совбезе ООН. Об этом заявил посол Украины в США, но не исключены, по словам Валерия Чалова, и переговоры в Вашингтоне на высшем уровне. В частности, встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа. А сегодняшний день новый президент Америки начал с молитвы в Национальном кафедральном соборе, на которую традиционно собираются политики со всего мира. Параллельно с этим в столице проходят масштабные акции протеста. Детальнее обо всем Дмитрия Анопченко. Он в Вашингтоне. Это традиция еще со времен Джорджа Вашингтона. Day 2. Следующий за инаугурацией день начинается с богослужения. На нее обязательно приходят и новый президент, и вице-президент с женами. Молитва за страну, за нацию, за тех, кто ее защищает или служит сейчас в Афганистане и Ираке, читают священники разных церквей. Церемония очень яркая, проповеди перемежаются песнями церковного хора. На этом богослужении традиционно много иностранных политиков, в том числе и узнаваемые лица украинских парламентариев, мы увидели. Для всех них это возможность лично, неформально поговорить с командой Трампа. Однако в этот раз в национальный собор они добирались с огромным трудом. Вы сами видите, что происходит в Вашингтоне. Массовые протесты, на которые вышли просто сотни тысяч людей. Ну и ночь тоже была омрачена протестами. Полиция задержала больше двух сотен человек. Протестующие жгли шины, бросали в полицейских кирпичи и бутылки с водой. И такое происходило не только в Вашингтоне, но и в других крупных городах. В частности, в Орегоне, Нью-Йорке, Чикаго на улицы вывели сотни полицейских. В бронежилетах, касках, во всеоружии шестеро из них получили ранения. Были этой ночью и потасовки с копами, и разбитые окна, и разгромленные машины. Ну и вот вы сейчас видите, что происходит в центре Вашингтона. На марш разгневанных женщин. Розовые шапочки, розовые шарфики, свидетельствующие, что ты участник акции. На деле не только женщины, но и очень много мужчин. Организаторы говорили, что они рассчитывают собрать до полумиллиона человек. Но судя по тому, что я вижу, людей может быть еще больше. Субботний выходной день, плюс участие поп-звезд. Все это обеспечило участие огромного количества людей. В основном у них даже не политические требования. Кто-то по-прежнему не смирился с проигрышем Хиллари и не хочет принимать Трампа. Кто-то до сих пор возмущен его высказываниями в адрес женщин. Кого-то просто достало происходящее в стране. Мы должны быть тут, наш голос должны услышать. И не столько против Трампа, сколько против таких, как он. Тех, кто не уважает женщин, иммигрантов, инвалидов, слабых. Тех, кто не может сам за себя постоять. К людям должны относиться с уважением. И должно быть равенство во всех сферах жизни. А для меня важны права иммигрантов и в целом права людей. Всем нам очень важно было выйти и продемонстрировать это. При этом в толпе нет партийной символики. Пришли даже женщины в шапочках Трампа. Те, кто был вчера на инаугурации. Говорят, для них это марш за права. И неважно, за кого они голосовали. Акция продлится весь сегодняшний день. И после обеда колонна намерена пойти к Белому дому. Обычно, какой бы яркой или напряженной не была избирательная гонка, после инаугурации в Америке страсти утихали. Но, как видите, не в этот раз. И в соцсетях по-прежнему очень много призывов. И сегодня, и завтра, и в ближайшие дни выходить на акции протеста. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк. Американское бюро телеканала Интер. И о первых указах Трампа на президентском посту. Он учредил в стране новый праздник, День патриотизма, и направил в Сенат список кандидатов на должности в своей администрации. Завизировал Трампе документ, позволяющий отставному генералу Джеймсу Мэттису занять должность министра обороны США. Новый глава Пентагона уже принял присягу на верность американскому народу, пообещал усилить альянс с союзниками и рационально тратить деньги, выделяемые на оборону. Джеймсу Мэттису 66, он ветеран морской пехоты, а в армии получил прозвище «бешеный пес». До 2029 года в президентском кресле именно столько может править Турция Раджи Пардеган. Законодательный орган принял поправки в Конституцию. 339 голосов «за» и 142 «против». Еще пять бюллетеней оказались и вовсе пустыми. По сути, Турция превратилась из парламентской республики в президентскую. Представители оппозиции уже заявили, что это откат в прошлое. Правовое государство, светское, демократическое, полностью ликвидировано. Власти хотят втянуть Турцию в полосу нестабильности, где нет разделения властей, нет баланса, нет контроля. Провластные политики, в свою очередь, заявили, когда Радаган поставит подпись под документом, в стране будет проведен референдум, и граждане страны могут высказать свое мнение об изменениях в Конституцию. Авария Виталия. Там разбился автобус, пассажирами которого были школьники. Погибли 16 человек. Подробнее Татьяна Лагунова. Авария произошла ночью на автобане возле итальянской Вероны. Автобус, в котором находились более 50 школьников, врезался в дорожное ограждение и загорелся. По предварительным данным, погибли 16 человек. Еще около 30 с травмами и ожогами госпитализированы в городские больницы. Несколько человек в очень тяжелом состоянии, и мы надеемся, что они справятся. Все пассажиры, учащиеся гимназии Будапешта, которые возвращались домой из поездки во Францию, к их школе сегодня приносят цветы и свечи. Это очень страшно. Мы боимся узнать, кто выжил, а кто погиб. Власти Венгрии уже выразили соболезнования родственникам погибших. Хочу высказать соболезнования родителям. Речь идет о детях, и это особенно тяжело. Правительство Венгрии сделает все возможное. Что стало причиной аварии, пока точно неизвестно. Это предстоит выяснить следствию. Пока у полиции есть только версии. Их две. Техническая неисправность и ошибка водителя. Подозревают, что он заснул за рулем и не справился с управлением. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности Европейское. Бюро телеканала Интер. Еще четверых выживших достали из-под заваленного снегом отеля Виталия. Накануне удалось спасти еще 10 человек. Три дня назад гостиницу в регионе Обруца накрыло лавиной после землетрясения. На тот момент внутри было около 30 человек. Среди них туристы с детьми и персонал. Пятеро погибли. Судьба остальных пока неизвестна. Поисковая операция продолжается. Спасатели говорят, что из-под завалов слышны голоса. Те, кому удалось спастись, рассказали, что они спрятались в одной из полуразрушенных комнат. Люди под завалами, по нашим предположениям, разделены на небольшие группы. Когда мы услышали голоса, спросили, сколько вас, в ответ услышали четверо. Этих пострадавших удалось вытащить. Все пострадавшие сейчас проходят лечение в больнице без кара. Из них четверо детей. Остальные взрослые. Состояние пациентов нормальное. Лишь одному из них необходима операция на руке. 40 человек пострадали в результате пожара в ночном клубе в Бухаресте. Все они с ожогами находятся в больнице. Огонь вспыхнул в полчетвертого утра по местному времени. Причины возгорания устанавливают. На данный момент удалось выяснить, что клуб какое-то время работал без разрешения пожарных. Почему инспекторы закрывали глаза на грубое нарушение, сейчас расследует прокуратура. В Одессе вспыхнул пожар на знаменитом рынке «Привоз». Загорелись торговые ряды с лакокрасочными материалами. Затем пламя перекинулось на вещевой ряд, где торгуют обувью и одеждой. Клубы черного дыма заволокли центр города и прилегающие кварталы. Как сообщили в службе по чрезвычайным ситуациям, полностью выгорели 4 павильона. Обошлось без пострадавших. Пожар продолжался около часа. Причины возгорания, как и ущерб, сейчас устанавливают. Мукачевская райбольница. С этого года лечат только горожан. Жителей окрестных сел отправляют в Свояси. А в сельских амбулаториях вообще нет стационара. Виной всему деньги. Ну, вернее, их отсутствие. Что же происходит в Мукачеве? Разбирались мои коллеги. Скандал разгорелся, когда Мукачевская районная больница отказала в госпитализации онкобольной. Марьяну Галас отправили лечиться в сельскую амбулаторию. И все лекарства, которые в Мукачевской больнице были бесплатные, женщине пришлось покупать самой, даже морфий. Мы объяснили, что на данный момент там что-то районный перевел гроши. И все. И все же после поднявшейся шумихи Марьяну госпитализировали и предоставили элитную палату. Впрочем, она не единственная сельская жительница, кого не приняли в райбольницу. Здесь вдруг стали делить пациентов на тех, кто из города и тех, кто из села. Даже соответствующие объявления вывесили. Жители района могут бесплатно лечиться только один день. Правда, во время наших съемок объявления сняли и стали уверять, никаких изменений в приеме нет. Мы пациентов как принимали, так и принимаем. Но вот эти беременные женщины, которые живут в окрестных селах, уверяют, их не то что в стационарх, даже на прием не приняли. Мы направили на село. А оружие, где надо? Где? Дома, наверное. Дома, как в древние времена были. Райадминистрации уверяют, эта мэрия дала указания не принимать в больнице пациентов из района. Хотя райсовет выделил больнице в этом году 26 миллионов гривен. Но в городадминистрации парируют. Этой суммы катастрофически мало. Город выделяет втрое больше. Но в райсовете настаивают, что Мукачевская больница обязана предоставлять медуслуги жителям района. И даже обратились в прокуратуру. А пока в прокуратуре будут искать виновных в том, что жители сел остались без лечения, в райсовете все же решили пересмотреть финансирование больницы. Допускают, когда принимали бюджет, не учли повышение минимальной зарплаты. Марина Ковальдюри-Ковалев, подробности, телеканал Интер, Закарпатская область. Экологическое бедствие грозит жителям села Испас. На Буковине тонны мусора начали свозить туда еще с осени. Откуда приезжают фуры с отходами и кто на этом зарабатывает? Ольга Паломарюк выясняла. Дом Натальи Тодоровны всего в нескольких сотнях метров от сельской свалки. Уверяется, в прошлой осени сюда чуть ли не каждый день приезжают грузовики с отходами. Вечером с 7-8 дня и в рано до 8-й часа завозят большие фуры по 30 тонн. Вот такие червани, вот такие сметезвали, вот такие сметевые машины, как из льва вывозят. Вот такие сами машины, желтый кузов, желтая кабина. Люди говорят, сначала отходы бросали прямо у дороги, потом начали закапывать. Якобы захоронение кубометра стоит полсотни гривен, а грузовик – полтысячи долларов. Деньги платят охраннику свалки. Ходят слухи, что по 500 долларов за фуру. Но конкретно, что это так, или нет. О, буря, тут рядом река. Это же все нечистоты, тут рядом река. Ну вот откуда мусор в отходах обнаружили, к примеру, чеки и документы из Ивано-Франковской области. Однако в Испас, говорят, люди, свозят и мусор львовский и закапывают в карьерах, которые принадлежат местному песчаногравийному заводу. Но на предприятии все отрицают. В сельсовете говорить о мусоре не хотят. Узнав о визите журналистов, председатель срочно уехал в командировку. Исчез из землеустроитель. Сельский землеупорядник колишний захворел. Единственная надежда местных жителей на экологов. Сегодня их пригласили осмотреть свалку. Тем временем жители Испаса написали заявление в полицию и прокуратуру. Обещают, если мусор не прекратят, свозить, дорогу попросту перекопают. Ольга Паломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер Черновицкая область. Пограничники перекрыли канал перемещения через границу Украины, комплектующих к оружию. Три ящика с грузом нашли в аэропорту Жуляны во время осмотра багажа самолета, который летел в Веран. В Госпогранслужбе уверены, что это комплектующие к противоракетному комплексу Фагот. Никаких документов на груз не было. По словам экипажа, ящики якобы содержали ремонтный комплект для самолета. Уже направлено уведомление в СБУ. Преступление зарегистрировали по статье контрабанда. Какая зарплата у чиновников в Черногории и почему в Бельгии не запрещают распивать спиртные на сессиях парламента? Хотите знать ответы? Смотрите наш международный обзор. Правительство Черногории снизило зарплаты президенту, премьеру и еще 800 чиновникам. Подсчитали, это поможет сэкономить 1,6 млн евро для бюджета небольшой страны. Теперь глава государства будет зарабатывать около 2,5 тысяч в месяц. Снизить зарплаты чиновникам решили после того, как депутаты сократили соцвыплаты для матерей с тремя детьми. Загадка инаугурации. Что же подарила новая первая леди США Мишель Абаме? Накануне присяги супруга Мелания Трамп поднялась на порог Белого дома с коробкой от ювелирного бренда Тиффани. Однако, что в ней, журналистам разузнать так и не удалось. Обе дамы подарок не комментировали. Молчат и в ювелирном доме. Учитывая габариты коробки и растерянные выражения лица миссис Абамы, пользователи соцсетей решили, Мелания вернула речь, которую списала у Мишель для выступления на съезде. Республиканцев. Парламент Бельгии отказался лишать депутатов бесплатного пива и вина во время работы в Ассамблее. Такое право было введено с 1990 года специально, чтобы во время дебатов парламентарии не ходили по барам. После пьяной драки между депутатами экспертная комиссия рекомендовала отменить это разрешение. Тем не менее, парламент не внял рекомендации. Лидеры партии категорически отвергли предложение об отказе от бесплатного алкоголя в здании парламента королевства. Учиться никогда не поздно. Жительница Гавайских островов Эми Креттон в 94 года с отличием закончила колледж Южного Нью-Гэмшира. Все курсы бабушка прошла онлайн. Получила степень бакалавра искусств по специализации английский язык и писательское мастерство. Специально для почтенной выпускницы организовали праздничную церемонию. Диплом лично вручил президент университета. Креттон поступила в колледж в 1962-м, но на учебу все не было времени. Миллиардер на час. Жителю Китая почти сразу же после открытия счета в банке были перечислены почти полтора миллиарда юаней. Это около 175 миллионов долларов. Сотрудники банка быстро обнаружили ошибку. Новоиспеченный богач ничего не успел потратить. Клиента попросили вернуться в банк, чтобы оформить возврат в благодарность. Честному китайцу вручили пачку сигарет и конверт, в котором было 29 долларов. В Париже открылась выставка украинских художниц. Основная тема экспозиции – женщина в современном мире. Больше в нашем сюжете. Недостаточно любима, недостаточно красива, недостаточно стройна. Современная женщина готова стереть давящие ее стереотипы. Вот об этом новая выставка в Украинском культурном центре в Париже. Назвали ее «Эффект хризолиды». Точно так выглядят собравшиеся вместе золотистые куколки. Таким образом эти зеркала отражают суть экспозиции. Каждая женщина из куколки когда-нибудь превратится в бабочку и раскроет свою внутреннюю энергию. Инсталляцию специально для выставки создала Дарья Балова. Кроме того, она привезла очень необычные картины. В процессе съемки, я сама себе представляю бродящие по этому ландшафту, приходят какие-то идеи, я их уже, самую яркую из них я дорабатываю в фотошопе. И это принты на холсте. Среди экспонатов и предметы старинных ремесел, превращенные в современные арт-объекты. На создание вот этой инсталляции ушло 5 километров нитей. Особое внимание привлекают и украинские ватынанки Дарьи Алешкиной. На кружевах три женских портрета. Это женщина в куколке, которая спит. Спокойный стан, она сосредоточена и закрыты очи. И вторая, центральная, это женщина, которая вот-все начинает раскрываться. И последний стан, это женщина, которая уже раскрылась, которая выпуснула на зоне свою творчество. И она, как-то, перетворивается в метелика. Украинский культурный атташе во Франции Ирена Карпа уверена, выставка показывает, что наша культура – элемент европейской. Но при этом она уникальна и неповторима. Это как на пальцах детям объяснить, что так, украинская культура является частью европейской, но она еще и очень особенная, и имеет какие-то свои неповторные коды. Но какие не будут никаким образом лубковыми, или какими-то шароварными, как, типа, пушить шаровары из какой-то синтетической тканины. Но это будет что-то очень справедливое, в что человек вкладывал душу. По мнению организаторов, выставка отвечает на вопрос, как сохранить женственность в жестком современном мире. Тема этой выставки говорит о том, что женская природа, женское начало, красота, женственность, она накапливалась тысячелетиями, и никакая современная жизнь, никакие, как бы, жестокие рамки, которые накладывает современный мир на женщину, он не сможет убить в ней эту женственность, и она все равно прорвется наружу. Выставка «Украинский художниц» будет открыта до 28 января. Юлия Миндаль, Вадим Сверидонов. Подробности из Парижа, Европейское бюро, телеканала «Интер». А теперь о настоящих мужчинах. 25 лет они охраняют президента Украины, высших государственных чиновников и объекты органов власти. По случаю юбилея сотрудники Управления госохраны Украины провели международный турнир по бильярдному спорту. Участвуют 11 команд. К украинским силовикам присоединились также коллеги из Беларуси, Молдовы и многократные чемпионы мира. Кинал турнира запланирован на завтра. Управление Державной охороны, все військовослужбовцы находятся, как мы говорим, 365 дней на рік, 24 часа, каждую неделю, в готовности к выполнению своих функциональных обязанностей. Бильярд есть такой более успокоительный способ, и для того, чтобы людям как-то дать отпочти, перепочти, мы проводим эти турниры, залучаем для этого и молодых. И уже завтра в 20.00 не пропустите подробности недели с моим коллегой Алексеем Лихманом, и вот о чем будут говорить. Трамп в законе. Чего ожидать миру и Украине от самого непредсказуемого президента самой могучей державы? Праздник ничего не делания. Во сколько стране обходится затянувшийся депутатский отдых? И насколько они себе его еще продлили? Цена судебной отмазки. Сколько платят за свободу, нарушившая закон политики и мажоры? Игра в тарифную лотерею. По формуле или с потолка? Откуда берутся новые, шокирующие цифры в платежках? И как много украинцев не смогли заплатить по таким космическим расценкам? Главный больной Кабмина. Минздрав лихорадит которую неделю? Чем закончится противостояние врачей и министра? На этом все. Больше новостей на нашем сайте подробностей UA. Хорошего вам настроения и приятного вечера. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин